Приветствую вас с Эльвира. Вы знаете, ну, я бы сказал, вот первое, чтобы расставить в глаза, это некая ваша жертвенность именно с точки зрения психологии, если мы говорим. Вот. Некая ваша жертвенность, некая такая вот, может быть, уязвимость, может быть, отсутствие какой-то такой уверенности в себе, какой-то такой вот, вот, от воздости в себе, в себе, опять же, у вас. И, как я говорю, как результат, вот, подобные поведения. Ваши подобные моменты. Значит, почему, грубо говоря, почему вас не любят, не любил методист? Вот. Почему? Ну, потому что вы чем-то ей угрожали. Я имею ввиду методисты. А чем угрожали? Это уже немножко такой. Другой вопрос. Вот. Ну, чем-то угрожали, чем-то угрожали. Это очевидно. Соответственно, нужно разобрать, в чем здесь проблема. Вот. Почему не любят вас лавч? Тоже. Тоже такой очень важный момент. Вот. И, соответственно, вам поменять вашу модель поведения, чтобы учиться и защищать свои интересы модели и бесконфликтному поведению, обучиться бесконфликтной модели общения, поучиться. Вот. И, соответственно, вот, чтобы вам не было неприятно. Это первое. То есть здесь я рекомендую, что треугольные карты изучить, в первую очередь. Дальше. Дальше. Работа. Если вам работа нравится ваша, допустим, это, конечно, хорошо, что вам нравится работа, что вы нашли работу. Дальше. Но у меня появилось ощущение такое, что вы, как будто, знаете, вот, как будто бы вы боитесь перемен. Да? То есть работа вам нравится, но вы к этому привыкли. И ради, и из-за того, что вы привыкли, вы, в принципе, готовы какие-то вещи терпеть. Вот. Ну, позиция, мягко говоря, далеко не самая хорошая, далеко не самая полезная для вас. Вот. И, соответственно, говорит в данном ключе о вас, ну, скорее, вот, в том контексте, что вы, в целом, вот, такой, достаточно, ну, я бы сказал, наверное, может быть, тревожный человек. Хотя, скорее всего, вы с этим не согласитесь. Ну, вот, и я, вот, взять наверняка не буду. Ну, вот, перемены вы боитесь. Перемены, перемены вы боитесь. Опять же, вас, я не обвиняю в этом, да, я просто говорю, что, ну, в данном случае, в данном случае, это вам мешает. Очень сильно мешает тем, что, тем, что ограничивает вас. Вот. Ограничивает, но не даёт вам действовать так вот, например, как вы бы могли, или вы бы хотели, и так далее. То есть, а вот тут вот есть, такой вот, достаточно, ну, достаточно важный момент, как мне кажется. В целом, в целом, я бы сказал, что, вероятно, у вас есть страх конфликта, в целом, я бы сказал, что, возможно, вы привыкли. Угождать. Вот, возможно, вы привыкли как-то вот сглаживать, ну, какие-то конфликты, да, сглаживать какие-то проблемы, и вам проще, значит, как-то вот, ну, проще. Проще ничего не делать, да, проще в конфликте занимать такую пассивную позицию, чем, допустим, взвещать свои интересы, потому что в своих интересах вы не уверены. Вот, мне бы не хотелось, конечно, забегать слишком вперёд сильно, но очень часто подобная позиция связана с установкой родителей на то, что не высовывается, чужё мнение важно, другие люди лучше знают. Ну, вот, как-то, как-то так, понимаете, то есть, вот, чувствуется, у нас какая-то такая зависимость, немного жертвенность, да, и потребность, вот, в том, чтобы, ну, всё было, вот, так как, вот, всегда, да, то есть, перемены, перемены, перемены вы боитесь. А в некоторых случаях, в некоторых случаях без перемен никуда, потому что, ну, бывает иногда действительно, что люди вот просто не идут на, как бы, ну, на компромисс, вот, опять же, нельзя забывать, что здесь вы работаете, то есть, у людей коммерческий интерес, если у людей коммерческий интерес, то ради, ну, ради, вот, собственно, конкуренции, там, ради денег, ради чего-то ещё, некоторые люди готовы, готовы очень на многое. Ну, ну, тогда вот эту вот, напрямую, напрямую зависит от благосостояния людей, я имею ввиду. Вот. Ну, поэтому, как бы, ситуация здесь такая. Ситуация здесь такая, такая. Вот, крайне, я бы сказал, я бы сказал, крайне неприятно. Вот, ну, соответственно, этот момент, этот момент, его также необходимо учитывать, вот, потому что момент важный. Момент важный настолько, насколько это вообще возможно, да? Вот, и, соответственно, разбираться уже как-то вот в этом направлении, да? Как-то вот нужно смотреть и разбираться, вот. Такой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что он помог, я очень надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится и вы сможете найти наиболее такой вот приемлемый для себя выход из этой ситуации. То есть, может быть, вы поработаете с психологом по данной проблеме. Можете, так сказать, и в конфликте выступать, да? И, если надо, защищать свои интересы и, в общем, каким-то еще вещам. Вот. Ну, можете, можете вы также не делать ничего, да? Вот. Ну, ситуация тогда, в таком случае, не изменится. Я боюсь. Вот. В таком случае ситуация останется. Прежний, вот, и на других местах работы, если вдруг вы уйдете, нам будет тоже тяжело, потому что люди будут чувствовать, как вы относитесь к себе, как воспринимаете их, и, соответственно, будут вас, ну, как-то вот, может быть, принижать, там, обесценивать. Вот. Ну, и всякое такое. Вот. Приведу только один, один, наверное, пример, да, этой вот ситуации, это то, что, я думаю, что где-то вот в глубине души вы считаете, что вам платят слишком многое. Вот. Я думаю, как, ну, вот вы, как-то вот могли в этом направлении думать. Вот, я, конечно, могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что вы как-то думали об этом, сомневались в том, что, ну, вот, насколько оправданно, насколько оправданно вам платят в данном случае. Вот, и, соответственно, по-видимому, это просто опроагировалось людьми, да, вот, и они вам вернули, скажем так. Болчок. Если можно так выразиться. Вот. Хоть, конечно, конечно, не совсем то, что подразумевает прям прямой долг. Ну, а я надеюсь, надеюсь, вы понимаете меня и понимаете, о чём я хочу сказать. Вот. На этом всё. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи, я надеюсь, что ситуация разрешится. Вот, вот, просто на отдельный её выход. Всего вам добра. Субтитры сделал DimaTorzok